Евровидение по-нашему. В прошлом году этот конкурс в Великом Остеге состоялся впервые. Школьники и студенты показали умение петь на иностранных языках. В этом году были введены новшества. Участникам предстояло показать зрителям и компетентному жюри не только свои творческие способности, но и знания в области иностранного языка. Рассказать по порядку дни недели любители Великий Устюк и еще на несколько десятков вопросов предстояло ответить зрителям на импровизированной сцене на английском языке. Пусть не уверена иногда с ошибками, но ребята переводили слова и отвечали на вопросы ведущих. Ты едешь в Великий Устюк каждый день? Не каждый день. Модель, вентябрь, фрайдень. Три раза в неделю ты едешь в Великий Устюк. Прямо три раза в неделю ездишь к нам. Еще один запоминающийся момент конкурса. На карточках были написаны слова на английском языке. Участникам необходимо было объяснить другим ребятам их значение. Конечно же на английском языке справлялись практически все. Есть традиционные конкурсы. Это песня, это танец, это оригинальный жанр. А сегодня был еще дополнительный интерактивный конкурс. То есть мы приглашали участников из зала ребят. И они выходили сюда и общались здесь на сцене на английском языке, показывая свое знание и владение этим языком. Проект Евровидения, сделанный в Великом Устюке, будет развиваться. Как рассказали организаторы, ребята будут исполнять песни на других языках, например на испанском. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.